Вот и закончилась школьная пора. С одной стороны для детей это время для беззаботного отдыха, а с другой непредсказуемое с точки зрения дорожной безопасности. Внимание уделяется все больше и больше, потому что машин становится на дорогах больше, и это становится все более актуальной проблемой, особенно в преддверии наступления летних каникул. На школьных каникулах дети больше времени остаются без присмотра взрослых и становятся хозяевами собственного досуга. Уже пятый год в преддверии летнего отдыха на центральной площади города Одинцова для детей и их родителей проходит настоящий семейный праздник – единый день детской дорожной безопасности. Обращается внимание на управление транспортным средством, таким как вело, мототранспортом. И детям раздаем наглядную агитацию, сувениры, напоминающие о том, что правила дорожного движения – это прежде всего сохранение жизни. Сюда пришли сотни детей вместе с родителями. Эти беззаботные и веселые ребятишки пока не понимают всей серьезности проведения масштабной всероссийской акции. Они получают удовольствие от самого процесса. Резвятся, играют, рисуют, участвуют в различных конкурсах и викторинах на знании правил поведения на дороге. В 1909 году было всего 4 знака. Послушайте, какие. Неровная дорога, поворот, пересечение с железной дорогой и перекресток. Те самые знаки дорожного движения и предстояло нарисовать юным пешеходам. А кто-то из ребятишек в это время осваивал уроки вождения автомобиля. Особо за рулем машины посидеть понравилось. За рулем. Мне все-все нравится. И макатачиковы. Безопасность детей во время каникул важна не только на дороге. Здесь при участии Общественного совета Межмуниципального управления МВД России Одинцовская прошла акция, приуроченная к Международному дню пропавших детей. Ее основные задачи – привлечь внимание общественности к проблеме исчезновения детей, повысить ответственность и внимание родителей в вопросах воспитания, а также подчеркнуть значимость семейных ценностей в жизни современного общества. Причины ухода могут быть разные. Это и самовольный уход, из-за ссор в семье, из-за недопонимания взрослых, из-за халатности, невнимательности, похищения детей. И просто дети иногда уходят познать мир, так скажем. На данном мероприятии мы расскажем, как не потеряться и что делать, если это уже произошло. После уличного гуляния ребят пригласили на красочное представление в районный дом культуры. Клоуны на сцене закрепили с детьми правила дорожного движения. Интерактивный спектакль публика приняла с восторгом, ведь лучше всего любые навыки и знания осваиваются через игровую форму. Екатерина Старосветская, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.